Добрый вечер! И с бревнами на плечах, и с оптимизмом, и энтузиазмом. На Брещене прошел республиканский субботник. Участие приняли более 487 тысяч жителей области, заработали 7 миллиардов 250 миллионов рублей. Собранные средства будут направлены на укрепление материальных баз детских оздоровительных лагерей, учреждений здравоохранения, а также на ремонт и реконструкцию мемориальных комплексов, в том числе и на строительство в Бресте молодежного патриотического комплекса. Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем льва. Слова великого доктора Авиценны взяты за основу работы коллектива Центральной городской больницы, отмечающего в эти дни 15-летний юбилей. Споемте, друзья! В Бресте представлен новый проект Валерия Коволя, руководителя городского духового и эстрадного оркестра, посвященный и созданный для ветеранов Великой Отечественной войны. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Сегодня в Беларуси прошел республиканский субботник, активными участниками которого стали и жители Берестейского края. Трудились как на рабочих местах, так и на благоустройстве населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны. Уже озвучены первые итоги трудовой акции. В субботнике приняли участие более 487 тысяч жителей области. По предварительным данным заработали 7 миллиардов 250 миллионов рублей. Все собранные средства будут направлены по решению правительства на укрепление материальных баз детских оздоровительных лагерей, учреждений здравоохранения, а также, что закономерно, в юбилейный победный год на ремонт и реконструкцию мемориальных комплексов, в том числе и на строительство в Бресте Молодежного патриотического центра. Апрельский субботник стал уже доброй традицией, и частичка труда брещан есть во многих объектах области. Работали в этот день все и вместе. Такой порыв объясним просто. Общее дело объединяет, а главное – результат коллективного труда налицо. В этом убедились и корреспонденты нашего канала. Лариса Осмолович продолжит тему. Эти кадры напоминают знаменитую картину Иванова «Ленин на субботнике». Кстати, первом субботнике в молодом российском государстве, который организовал отнюдь не Ленин. А знаете ли вы, что субботникам уже 96 лет от традиции их проведения сохранилось лишь в Беларуси? Трудовой задор и какое-то особое настроение – характерная особенность данной инициативы. Как и более чем девять десятков лет назад, проходили первые часы работы в городе Бресте на социально значимых объектах. Территория Брестской крепости, трудовой резерв, обл. сполкома был брошен именно на этот участок. Кстати, очень непростой. Как настроение трудовое? Прекрасное настроение. Мы всегда готовы помочь и городу, и крепости. И это всегда будет в радость. А вот такой трудовой настрою всех, я смотрю. Вот вы так считаете? А как же может быть по-другому? Замечательно работает, очень воодушевляет то, что действительно это в канун знаменательных событий для всей Беларуси проходит. Особенно для этой земли многострадальной. Вот в канун юбилея освобождения Беларуси и окончания войны. Поэтому вы сами видите, трудимся, не покладая руки, даже потя лица. Глава региона Анатолий Лис вместе со своими сотрудниками занялся посадкой новой аллеи. 70 красавиц рябин в скором времени за аллеют гроздьями. Это очень символично в год 70-летия Великой Победы. Это еще один знак признательности перед павшими героями. Это еще одно подтверждение нашей памяти. Умело, с толком и сознанием дела, губернатор справлялся с поставленной задачей. Было видно, что на земле работать умеет. Я же в деревне родился, поэтому, конечно, люблю. И долгое время прожил в деревне, поэтому с землей всегда работал. Надо, чтобы красиво было делать. И чтобы это все принялось, так? И чтобы оно, да, и чтобы оно росло. Ну, лунка сделается для того, чтобы, значит, ее поливать. Сейчас уже конец, значит, сезона посадки деревьев. Поэтому, чтобы они прижились, вот видите, уже почки у них большие. Надо постоянно поливать. Сообща на земле трудиться в радость. Это благое дело. Мнение всех участников субботника – почаще выходить на такие мероприятия. Вместе сообща можно многого достичь. Привести землю в порядок, чем недостойная работа. Работа на земле – это радость. И тот, кто связан с землей, кто трудится, имеет задел такой запас сил, энергии, потому что земля отдает себя. Но, конечно, земля любит друженику. Относиться к ней нужно именно тоже с любовью, с почтением. И она возгодит себя. Умеете работать вот на земле? Учиться никогда не поздно. Вы учитесь? Да, в данный момент я учусь, как надо садить рябинь. Символично ли это, на Ваш взгляд, на взгляд мэра, вот в год 70-летия именно вот такой трудовой десант забросить именно сюда, в Брестскую крепость? В этом году вообще мы очень много садов уже посадили. Сейчас садим, по сути дела, замечательный сквер. Да, вот у нас будет такое. Я думаю, что это символично, потому что год юбилейный, год 70-летия – это здорово. Это Брестская крепость. Брестская крепость для россиян – это символ героизма, мужества, подвига советского народа. У меня отец прошел всю войну. Это мой долг. Звать меня не надо. А трудовой порыв как вам? Вот вы видите, здесь активно все работают. Да, да, вот я даже потерял дыхание. За высокоидейными целями этого коллективного форума труда стоят и конкретные экономические интересы. Ведь участниками, помимо людей с граблями и лопатами, становятся из года в год и работники народно-хозяйственного комплекса всех регионов области. За счет труда каждого формируется доходная часть всей акции. Эти средства будут направлены, вы знаете, есть решение правительства на этот счет, будут направлены на укрепление материальной базы оздоровительных детских лагерей, здравоохранения, на реконструкцию, ремонт комплексов в этом году 70-летия, вы знаете, победы. Поэтому на эти цели также будут использованы. Ну и у нас плюс в Брестской крепости молодежный центр, который строится здесь, определенная сумма будет направлена также туда. Вот это основные средства. Ну я хотел бы сказать, что у нас субботник не только сегодня проходит, у нас объявлен месячник, вы знаете, поэтому в области мы работаем и до 1 мая будем работать. Вот и следующие выходные по наведению порядка в населенных пунктах, в агрогородках, в городах, значит, для того, чтобы к 1-му, к 9-му мая, ну, подойти уже в таком очень хорошем, нарядном виде. Оптимизм и желание сделать город краше и чище присущи работникам всех служб городсполкома. Их трудовой десант был выброшен практически на все участки, которые требуют не только кропотливости и усердия, но и физической подготовки. Территория набережной, скверы и парки, работы на строящихся объектах – все это в их компетенции. Кстати, никто не искал причин отказаться от участия, считая, что физический труд облагораживает. К полудню вся Брещина приняла участие в субботнике. Трудились на всех объектах – милиционеры и педагоги, медработники и спасатели, военные. Можно смело говорить, что работали, не покладая рук. И как приятно оценить то, что уже сделано. И как здорово, что делается это не по принуждению, а значит, у Берестейского края большое будущее. Коль живут в нем люди неравнодушные. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Весеннее преображение города над Бугом. На аллеях и клумбах областного центра появились пестрые композиции из фиалок, цинерарий, бархатцев и других представителей флоры. Над созданием цветочного платья ежедневно трудятся работники коммунальника, кропотливо высаживая цветок за цветком, тем самым делая Брест еще красивее. Узнать, какие цветы традиционно высаживают в первую очередь и какого представителя цветочного царства можно смело назвать капризным, за ответами на эти вопросы наша съемочная группа отправилась в святая святых оранжерейный комплекс «Волынка». Виктория Драгобецкая продолжит тему. Вот уже на протяжении 12 лет на ее глазах цветы из простого семечка превращаются в роскошные бутоны, которые затем распускаются на городских клумбах, радуя глаз жителей и гостей города. Речь идет о Галине Рабчук, мастере второго участка оранжерейного комплекса «Волынка». В ее распоряжении целый гектар цветочного великолепия, за которым ухаживают 16 человек, включая Галину Михайловну. Каждое утро она приходит поздоровая со сонянинными глазками, бархатцами и бегониями, получая настоящую терапию цвета. На вопрос нашей съемочной группы о самом любимом цветке мастер цветочного дела отвечает, не задумываясь, с улыбкой. Вы знаете, я не могу выделить, что у меня самое любимое. Мне нравятся все цветы. Мне нравятся все полевые цветы, мне нравится все, что выращивает. Когда приходишь, утром меня тебе улыбается, это же так хорошо. Вот просто хочется жить и радоваться жизни. Виолы по латыни, фиалки или в народе анютины глазки – первые цветы, которые пестрым ковром украшают город. Сегодня коммунальники высадили их более 45 тысяч. Совсем скоро рядом с ними появятся ярко-оранжевые тагетисы и цинерарии. Попадая из одной цветочной теплицы в другую, мы не могли пройти мимо королевы цветов – розы. Сегодня в оранжейном комплексе ухаживают за 32 тысячами колючих красавиц. Кстати, затронув тему о капризных цветах, на первое место Галина Михайловна поставила отнюдь не розу. Каждый цветок, он красив по-своему и нуждается в особом уходе каждый. Наверное, на данный момент у нас больше всего и более трудоемкий, много затрат идет на бегонию. И вот мы сначала должны посесть, и она пикируется раз, потом пикируется второй раз, потом садится в кассеты. Вот это более трудоемкие. Прямо из оранжерейного комплекса мы отправились на перекресток бульваров космонавтов и Шевченко. Именно здесь стартовала масштабная кампания по высадке первоцветов. Весна с ее неустойчивой погодой откладывала этот долгожданный для работников коммунальника день. И вот, наконец, работа закипела. Очень соскучились за цветочками, потому что весна, цветы, поднимается настроение, немножко увеличивается желание, потому что все-таки весна все расцветает и приносит, конечно, радость. Очень приятно, допустим, когда прохожие, горожане, гости останавливаются, спрашивают, что за цветы, как высаживать, и говорят, высказывают слова благодарности. Езжу много по разным городам. И вот Брест, мне кажется, самый красочный, потому что вот все меняется. Действительно весна, анютины глазки, тюльпаны, лето, розы. Замечательный город. Традиционно одевать город в летние платья начали с центральных улиц и территорию въезда в Брест с постепенным переходом в микрорайоны. Ковалево, Восток, Вулька, Киевка и другие. Сегодня машины с разноцветной рассадой можно видеть на площади Свободы и в Брестской крепости. Вторую очередь посадки петуний, бархатцев и беконий планируется начать в начале июня. Город над Бугом преображается на глазах, продолжая удерживать статус одного из самых красивых и ухоженных в синекой. Виктория Драгобецкая, Ветрохалявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Новый документ. Новые правила. Президент Беларуси 30 марта подписал указ номер 143, которым предусмотрено продление до 1 января 2016 года переходного периода, в течение которого индивидуальным предпринимателям предоставлено право реализовать остатки товаров, ввезенных без подтверждающих документов. Правовой акт вносит изменения и дополнения в указ номер 222 о регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами от 16 мая 2014 года, который вызвал недовольство среди индивидуальных предпринимателей. В целом, указ снял остроту ситуации, предоставив предпринимателям достаточно времени для того, чтобы реализовать остатки и перейти на новые требования, озвученные главой государства, которые предполагают прозрачную работу с документами, подтверждающими происхождение и качество товаров. Кроме того, власти согласились повышать налоги не сразу, а постепенно, а также осуществлять переход на упрощенную систему налогообложения поквартально. Как это будет происходить? За ответами наши корреспонденты обратились в налоговую инспекцию по московскому району города Бреста. Чтобы вести разговор предметно, съемочная группа выехала на рынок Ковалева. Общество с ограниченной ответственностью Лагуна. Рынок функционирует. Но поскольку день, будни, покупателей немного, пик приходится на выходные, не выбирая особо, обратились в один из первых павильонов на пути, чтобы выслушать мнение о вступившем в силу указе. Павильон Ковры. Хозяин Игорь Корнелюк порядка 10 лет имеет свой бизнес. Настроений у панических не имеет. Считает, что торговля просто должна выйти на новый уровень. Это нормально. То, что было разрешено до конца года реализовать остатки. Как бы это для предпринимателей... Ну, хорошее спасение. Выйти на нули и работать по документам. А вообще для бизнеса вот это... Что, дает какой-то толчок, как вы думаете? Ну, в принципе, как и говорил президент и руководство, что это цивилизованная торговля, как бы... В принципе, все на цивилизованные рельсы выходит и, как бы, не... Как бы все реально, что есть, то и есть, как бы, по торговле. До конца года, я думаю, все реализуется и будет нормально. Ну, и планируете дальше вести? Конечно. Вы же не собираетесь останавливаться? Нет. Конечно, дальше. Мы будем жить теперь по-новому. Слова известной песни достаточно четко определяют ситуацию. Можно добавить еще и работать тоже по-новому. Другого просто не дано. Сейчас непосредственно об указе. Нормативный акт предоставляет право индивидуальным предпринимателям продолжить реализацию остатков товара, ввезенного до 1 июля 2014 года из стран Таможенного союза без документов, подтверждающих приобретение, включенных в опись, остатков. Но при реализации уплачивается единый налог. Ставка единого налога применяется с повышающим коэффициентом 2, а налог на добавленную стоимость тоже имеет соответствующий повышающий коэффициент. За март месяц он был тоже соответственно 2, а за период с 1 апреля по 30 июня текущего года повышающий коэффициент для НДС 2,5. Поэтому обращаем внимание индивидуальные предприниматели, которые будут уплачивать и реализовывать остатки и подавать декларации в налоговой инспекции за май месяц 2015 года. Не забудьте, пожалуйста, НДС в фиксированных суммах исчислить с повышающим коэффициентом 2,5. Но на этом наш ликбез не заканчивается, потому что есть еще вторая половина года. Что предполагает она для индивидуального предпринимателя? Для того, чтобы продолжить реализовывать остатки в период с 1 июля по 30 сентября текущего года, индивидуальному предпринимателю необходимо будет заплатить НДС фиксированный в тройном размере. Соответственно, с 1 октября для реализации остатков индивидуальному предпринимателю придется исчислить и уплатить НДС фиксированный в четырехкратном размере. Нам стало легче работать. Мы стали знать то, что мы можем теперь реализовать этот товар, который мы купили заранее, раньше, и уже мы будем знать, что нам можно его до нового года то все убрать, реализовать, а новое будем закупать уже по-новому. И работать будем по-новому. Данный нормативный документ распространяется лишь для реализации остатков товара. В иных случаях он не работает. На весь новый товар, который придется ввести индивидуальному предпринимателю, ему нужно будет иметь соответствующий весь пакет документов. То есть это товарно-транспортные накладные, договор. Если товар приобретается из стран участников Евразес, предпринимателю необходимо заплатить НДС по ВОЗу в размере 20%. При этом достаточно будет иметь товарно-транспортный накладной и подтверждающего документы Российской Федерации на уплату этого товара. Итак, предпринимателям предоставлено достаточно времени, чтобы реализовать остатки и перейти на новые требования, озвученные главой государства, которые предполагают прозрачную торговлю с документами, подтверждающими происхождение и качество товаров. А в целях стимулирования предпринимателей приобретать продукцию легальных производителей и поставщиков, кто будет иметь документы на все реализуемые товары, разрешается перейти на упрощенную систему налогообложения с 1 июля, либо с 1 октября 2015 года. Для тех, кто реализует остатки до 1 июля текущего года, они имеют право подать соответствующие уведомления в инспекцию по месту регистрации для перехода на упрощенную систему налогообложения. Для тех индивидуальных предпринимателей, которые пожелают попасть на упрощенную систему в четвертом квартале текущего года, им нужно не забыть подать соответствующие уведомления в налоговую инспекцию по месту регистрации до 1 октября этого года. Указ номер 143 четко регламентирует реализацию товаров физлицами Беларуси и иностранными гражданами. Вводится запрет на продажу товаров на улицах, стадионах, скверах, парках, общественном транспорте или в других общественных местах, за исключением мест, установленных местными, исполнительными и распорядительными органами. Несмотря на прохладную погоду, весна уже чувствуется в каждом дыхании ветра, аромате цветущих деревьев, медленно, но верно прогревающем землю солнце. А потому совсем не удивителен тот факт, что большинство берестейцев стараются стать как можно ближе к природе, выезжают дыхать на загородные пикники или выходя работать на приусадебные участки. Многие уже успели собрать первый урожай весенней зелени и обогатить организм витаминами, которые дарят свежие овощи и фрукты. Однако, к сожалению, иногда в погоде за здоровым питанием и весенними бонусами мы забываем о соблюдении элементарных правил гигиены, пренебрежение которыми чревато серьезными неприятностями, какими именно узнавала наш корреспондент Анасасия Стропко. Весной всевозможные фрукты и овощи вырываются на лидирующие позиции в меню большинства берестейцев. И это оправданно. Весеннее витаминоз важно пресечь на корню. Однако делать это нужно с умом. Чтобы трапеза принесла только пользу, необходимо соблюдать ряд правил, среди которых ведущая роль принадлежит грамотной обработке продуктов, в том числе и термической. В противном случае есть риск стать жертвой такого неприятного явления, как острые кишечные инфекции. Острые кишечные инфекции – это большая группа инфекционных заболеваний, которые объединены общими путями и факторами передачи. Возбудители кишечных инфекций передаются через грязные руки, через пищу, через воду. К ним относятся такие инфекционные болезни, как дизентерия, брюшной тиф, полимелит, вирусный гепатит А, сальмонеллез. И в последние годы очень распространены вирусные кишечные инфекции. Это ротовирусная инфекция и энтеровирусная инфекция. Еще одна опасность, которая может подстерегать при проведении весенних земляных работ или просто при несоблюдении элементарных правил гигиены – это паразитарные заболевания, среди которых, хоть и редко встречающийся, но очень опасный эхинококос. К слову, эхинокок способен бессимптомно находиться в организме человека до 10 лет. Эхинококос – пероральный биогельминтоз – заонос. Окончательным хозяевом являются псовые, чаще всего собаки. Человек является промежуточным хозяином. В организме человека паразитирует личиночная стадия. Но личинки эхинокока, они могут развиваться… Это пузыри, по-другому внешне они выглядят как пузыри. А внутри располагаются дочерние новые эхинококовые кисты. И при разрыве эхинококовой кисты, вот эти вот дочерние эхинококовые кисты, они могут обсеменять брюшную полость или легкие, плевру, то есть где они находятся. Так вот эти эхинококовые кисты, они могут достигать огромных размеров, до 50 сантиметров и более, то есть величиной с головку малого ребенка. Еще одно редкое, но, к сожалению, встречающееся на брещене заболевание – дирофилириоз, название которого в переводе с латинского означает «злая нить», что вполне отражает его суть. Личинки паразитов обосновываются под кожей и, достигнув определенного размера, начинают передвижение, что вызывает неприятные ощущения и интоксикацию организма. Дирофилириоз – это паразитарная инвазия, характерная больше для южных стран, но постепенно она перемещается в Беларусь. В прошлом году у нас зарегистрирован один случай, и примечательно то, что заболевшая нигде больше не отдыхала, кроме как на территории Беларуси. Клинически человека начинают беспокоиться, это все, когда нематоды становятся подвижны под кожей, они начинают передвигаться. Чаще всего локализуются под кожей рук, ног, туловища, могут локализоваться под конъюнктивой и даже в глазах. Что примечательно, переносчиками дирофилириоза являются животные семейства псовых, а вот передать человеку способны комары, которые, кстати, считаются одним из самых опасных насекомых, от болезней, развивающихся после их укусов, ежегодно в мире умирают более двух миллионов человек. Комары могут явиться переносчиком целого ряда инфекционных заболеваний. Это и лихорадки западного НИЛа, лихорадки калифорнийской группы, это и тулеремия, это и гельминтозы. Первое и самое главное правило, выполняя которое, можно практически исключить возникновение подобных заболеваний и строгое соблюдение гигиены. За ним идут регулярная дегельминтизация, как самого человека, так и домашних животных и, конечно, использование репеллентов и других защитных средств против мошек и комаров. Несложные, но эффективные приемы позволят встретить весну во всеоружии и запастись только полезными витаминами и положительными эмоциями. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном и интересном. 2015 года знаменовался для города над Бугом большим количеством юбилеев и важных торжественных дат. В их число вошел и день рождения Брестской центральной городской больницы. 15 лет назад, 10 апреля 2000 года, состоялось торжественное открытие первой очереди учреждения здравоохранения на 120 коек. Время прошло незаметно. За 15 лет больница существенно выросла как в масштабах площадей, появились новые большие просторные отделения, так и профессионально. Штат медперсонала расширился. Было закуплено новое высокотехнологичное оборудование, позволяющее производить исследования разного типа сложности. К своему 15-му дню рождения учреждение здравоохранения подошло с довольно высокими результатами. О них шел разговор на праздничном мероприятии, на которое заглянула и наша съемочная группа. Анастасия Надрин-Плотницкая расскажет подробнее. В дни юбилея в актовом зале учреждения здравоохранения собрались те, для кого спасение человеческих жизней стало не просто работой, а смыслом жизни. Сегодня в центральной городской больнице трудятся более тысячи специалистов. Из них 171 врач. В праздничный день в адрес медперсонала звучали слова благодарности и признательности за нелегкий труд и искреннюю преданность выбранному пути. Понятно, что трудно, но правда, с другой стороны, это очень почетно. И все-таки мы должны гордиться своей профессией, потому что мы делаем и даем. Поэтому самое главное для человека – это если не делаем здоровым, то, по крайней мере, помогаем. Праздничная дата – это хорошая возможность сказать спасибо тем, кто изо дня в день, из года в год, несмотря на праздники и выходные, приходит на работу, чтобы помогать людям чувствовать себя лучше, чтобы поддерживать их в непростые минуты. Здесь нет разделения задач на мои и чьи-то. Все стараются, все работают сообща. Ведь цель одна – сделать так, чтобы как можно реже текли слезы. А чаще лица искрились улыбками и звучали слова благодарности. Есть люди, которые будут всегда отбираться и всегда будут стремиться идти работать в определенной отрасли. Медицина – а знай из них. То есть это не что-то избранное, это просто определенный такой склад психологии человека, который двигает его в эту сторону и заставляет шевелиться. Все время, каждый раз новые ситуации. Где-то стремишься что-то новое узнать, кому-то помочь. Я выбрала гуманную профессию. Врач – профессия круглосуточная. Об этом не понаслышке знают сотрудники Брестской центральной городской больницы. Для оказания медицинской помощи здесь имеется 678 коек – кардиологическая и терапевтическая, пульмонологическая и ревматологическая, хирургическая. И это неполный список отделений, в которых пациентам оказывается качественная, высококвалифицированная помощь. Любовь к врачебному искусству и есть любовь к человечеству, уверены медики центральной городской. То, что сотрудники учреждения здравоохранения следуют этому девизу, подтверждают многочисленные благодарности пациентов, получивших возможность жить полноценной жизнью. Внимательные доктора, заботливые сёстры, санитарочки тоже поддерживают там чистоту, помогают, если что-то нужно. Очень довольны и лечением, и питанием, и обращением, и содержанием. Всем довольны. Ой, хорошие очень. И питание хорошее, и врачи хорошие, и санитарки все хорошие. Но приятно очень. К тебе относятся хорошо, и кажется, как-то на душе аж легче. У нас около 13 специализированных отделений, более 10 отделений вспомогательной службы, огромная вспомогательная служба в виде технической и хозяйственной службы. У нас работает отделение гемодиализа. Сегодня это огромный стационар, который с каждым годом мужает, повышает свой профессионализм. И сегодня у нас уже трудится более тысячи специалистов. В честь 15-летия больницы сотрудники учреждения здравоохранения вместе с ветеранами высадили Рябиновую аллею. Уже через несколько лет в тени этих молодых деревьев смогут отдыхать после тяжелых дежурств медицинские работники и, конечно же, пациенты. Издавна Рябина была символом защиты. А потом и знаменательно, что она появилась именно возле учреждения здравоохранения. Возможно, теперь эти деревья будут оберегать главную городскую больницу и ее пациентов. К слову, эта посадка Рябин будет не единственной. Подобная возможность отметить знаковые даты для учреждения здравоохранения станет традиционной. Высадили в честь Победы Великой и в честь 15-летнего юбилея 15 Рябин. Это начало заложено традиции. И в дальнейшем мы будем, как бы у нас площадь достаточно большая, вот, и будем таким образом, в общем-то, оставлять память, скажем так. Ну и, естественно, благоустройством заниматься и территорией. Анастасия Ноздрин, Плотнийская, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Сегодня мы нередко вспоминаем военные песни, грустные и пронизывающие до глубины души, оптимистичные и наполненные светлой радостью ожидания победы. Каждая хранит в себе особенный смысл, ведь все они были написаны в нелегкое время, и зачастую именно теми, кому довелось столкнуться со страшной трагедией 40-х, нести бремя испытаний, переживать и чувствовать боль, преодолевать страх, но не сдаваться. Мало кто из представителей современного поколения не знает строк легендарных «Катюша» и «Синего платочка», «Смуглянки» и «Темной ночи». Слова этих и других военных песен не исчерпали свой смысл, а лишь зазвучали по-новому из уст потомков героев войны. Не только в символичные даты их вспоминают и ими вдохновляются. На днях в Бресте со сцены концертного зала областного общественно-культурного центра под аккомпанемент духового оркестра известные артисты исполнили старые добрые композиции, а помогали им в этом ветераны войны. «Споемте, друзья» – именно так назвал свой проект Валерий Коваль, посвятив его защитникам Отечества. Тему продолжит София Бережная. 70 лет назад в один из июльских дней прозвучал первый зал батареи реактивных минометов, позже прижившийся под необычным названием «Катюши». Уникальные на то время мощные боевые орудия были единственными в своем роде, которые позволяли одновременно поражать цели на широких площадях, производя устрашающие воздействия на противника. От «Катюши» в то время горели вражеские эшелоны, уничтожались боеприпасы. Благодаря силе отечественной техники планы врага были сорваны. Кто бы мог подумать, что это мощное орудие воплотится в образе нежной «Катюши» в одноименной песне. Сегодня ее с трепетом напевают герои войны. Она по-прежнему звучит в исполнении внуков-ветеранов. Заводные солдатские песни, мелодичные вальсы, боевые марши и гимны. Самые известные поэты и композиторы писали в те тяжелые годы для поддержки воинов и гражданского населения. В них были соединены и горечь потерь, и гордость побед. В них олицетворялись образы советских бойцов, мужественных, бесстрашных и сильных духом. Сегодня эти песни – своего рода памятник, свидетельствующий о героизме народа в борьбе с фашизмом. Они на слуху, они бесконечно любимы, они по-прежнему волнуют сердца. Вечер, подготовленный Валерием Ковалем в честь 70-летия со дня Великой Победы, это в очередной раз доказал. Скажи, пожалуйста, каково это представители современного поколения исполняют такие песни? Вы знаете, это очень на самом деле важно помнить ту самую победу, которую завоевали наши дедушки, прадедушки, бабушки. И вот очень приятно видеть эти счастливые лица, сейчас сидящие в зале. Конечно, это уже не все лица, к сожалению, но это самое главное, что мы помним и этим гордимся. Для меня, где поколение моих дедов и отцов принимало участие и в гражданской, и в отечественной войне, это очень символично. Для меня это очень важно. Этим я показываю пример своим детям и внукам, для того, чтобы они тоже помнили о войне, помнили о том, что было. В этот вечер были исполнены самые разные песни о войне. Полноправными участниками этого концерта наравне с артистами стали зрители, большую часть которых составляли ветераны. Под аккомпанемент городского оркестра духовой и эстрадной музыки все присутствующие с удовольствием напевали любимые композиции. Молодые люди с гордостью, ветераны, с переполняющими эмоциями и даже слезами на глазах пели о том, что, несмотря на время, по-прежнему так близко, по-прежнему живо в памяти. Как я увидела эту мать кричать, Алеша, Алешенька, все, у меня слезы прямо как у артистки потекли. Понимаете, потому что для меня это я вспомнила и свою мать. Катюшу мы и пели, мы и танцевали, Катюшу. Первый раз, когда меня заставили танцевать, так я плакала, я устроила там, не знаю, что, как война идет, а я пляшу. Ведь танцую тогда, когда праздник, когда весело, какой праздник на войне. Ну, нас, знаете, умели рассказать, уговорить, объяснить, что это надо, это надо для победы. Мне все время хотелось сделать что-то необычное для ветеранов, которые заслуживают очень много. Я хотел создать такую очень добрую, благодарственную обстановку и вернуть их немножко в то время, которое они пережили. Вот, петь вместе те песни, которые когда-то они пели. Я был послевоенный, ребенок-то родился, я помню все это хорошо. И радость-то не была особой. Люди находили такое утешение в песне, вообще не ее. Поэзии и музыка в годы войны шли в одних рядах с солдатами. Они помогали им выживать и сражаться на поле боя, побеждать сильного противника, верить в лучшее и не сдаваться. Сегодня военные песни – напоминание о том далеком времени, который бережно хранит молодое поколение и будет продолжать это делать. София Бережная, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу Бугинформ. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Бугинформ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни, а я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 19-20 апреля погоду по-прежнему будут определять атмосферные фронты и холодные воздушные массы, поступающие с севера Европы. Сохранится прохладная, неустойчивая погода. В Брестской области будет пасмурно и ветрено. В течение дня местами сильный порывистый ветер северо-западного направления. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 2-4 градуса до 8 тепла днем. Мало что изменится в атмосфере и в понедельник, 20 апреля. По-прежнему будет прохладно, ветрено, но в Брестской области добавится еще и дождь. Ночью при температуре 2-4 градуса ожидается сильный порывистый ветер. Днем воздух прогреется лишь до 8 градусов. Сохранится и западный ветер. Атмосферное давление существенных изменений не претерпит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова